Тротуарная плитка постепенно исчезнет с улиц Соденцова. Такое решение приняла администрация округа. Слишком неудобным это покрытие оказалось в эксплуатации. Теперь, на радость велосипедистам, самокатчикам и дам на каблуках, пешеходные дорожки покроют асфальт. Убрать старое покрытие, выкорчевать старые бордюрные камни, насыпать песчано-гравийную подушку, поверх которой залить бетон, и чуть позже уложить асфальт. Рабочие двигаются со скоростью примерно 200 метров в день. В настоящий момент проделали уже объем работы, это ориентировочно 20% от общего объема. Общий объем по тротуару будет 4500 квадратов. Сперва тротуары, а потом рабочие возьмутся и за саму магистраль. Общий объем работы примерно 20000 квадратов, то есть 4 футбольных поля. Особенность этого участка в том, что въезд в город от улицы Говорова до Мамонова, чтобы одинцовцам легче было утром выбраться в Москву, дорожники в этом году придумали, говоря по-современному, лайфхак. Они начинают работу не в 8 утра, а чуть позже. Мы переместили график на 2 часа, то есть мы выходим работать в 10 утра, чтобы машины выехали из города, и задерживаемся на 2 часа, то есть после работы. То есть переместились на 2 часа. Ну, как-то вышли из ситуации. Компания-подрядчик, которая ведет здесь работы, выиграла в этом году 9 из 10 участков, предложенных администрацией на конкурсе. То есть эта организация будет отвечать за исправность дорог в округе. Впрочем, как и последние 8 лет. Проверенные люди. Без такого информационного счета никакие строительные работы сейчас в России не делаются. Дорога ремонтируется в программе губернатора Московской области. Адрес объекта заказчик-подрядчик. Юридически самая значимая здесь цифра, самая интересная, это дата завершения работ. Что она означает? Если в 0,1 минуту 31 июля работа не будет сдана, то компания, которая делала эти работы, не получит за них ни копейки. Ну, впрочем, как нам сообщил представитель подрядчика, за 30 лет существования этой организации такого случая ни разу не было. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.